Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. 40 новобранцев из Карачаева-Черкесии пополнят ряды российской армии. Сегодня в республиканском сборном пункте торжественно провожали призывников. Более 30 тысяч автомобилей в сутки. Таков транспортный поток на участке трассы Черкес-Домбай. В ближайшие несколько месяцев автолюбители будут испытывать неудобства из-за ремонта. Полиция Карачаева-Черкесии изъяла у наркокурьера 1 килограмм мефедрона. Запрещенное вещество предназначалось для сбыта на территории республики бесконтактным способом. Проект новой общественно-досуговой зоны Карачаевска реализован. В Карачаевске к официальному открытию готовится парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В России продолжается весенний призыв в армию и завершится он 15 июля. За это время планируют набрать 147 тысяч человек со всей страны. И сегодня в Черкесске провожали очередную группу солдат-срочников. Сколько призывников участвуют и в каких войсках они будут служить? От сборного пункта республики. Репортаж Дарья Тендит. Сегодня в республиканский сборный пункт прибыли новобранцы. Призывники уже построены на плацу и ждут отправки. Весенний призыв в самом разгаре. Каждый год тысячи парней получают повестки и отправляются служить в армию. Отъезд в места несения воинской службы – ответственное событие не только для ребят, но и для их близких. Проводить новобранцев пришли родные и друзья. К призывникам обратилась Фатима Бженникова, бабушка одного из призывников. Ей немного волнительно отправлять внука в такое неспокойное время. Она пожелала ребятам достойно пройти службу. Переживаем, потому что это внук. Все бабушки, все дедушки, они обычно такие. Но я что желаю? Я желаю всего хорошего всем, всем, которые идут служить, которые идут защищать нашу Россию и наш Карачаево-Черкесию. Пусть дедушки, бабушки дождутся своих внуков, мы их ждём. Пускай все будут живы, здоровы. 40 новобранцев из Карачаева-Черкесии в возрасте от 18 до 27 лет пополнят ряды российской армии. Они будут служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Сергей Белоборода, военный комиссар Карачаевой-Черкесии, отметил, что призывники не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции. Также добавил, что армия – это школа мужества и пожелала ребятам крепкого здоровья, соблюдать требования общевоинских уставов и технику безопасности. С сегодняшнего дня им присвоено воинское звание рядовой, и у них начинается служба в вооружённых силах. Да, служба в армии не бывает лёгкой, она связана с определёнными ограничениями. Но ведь настоящий мужчина не боится трудностей. Уверен, что и наши призывники будут достойны продолжателям традиции своих дедов, отцов, старших братьев. В торжественной отправке ребят приняли участие представители власти, военного комиссариата, священнослужители, артисты филармонии. По поручению главы республики Рашида Тимрезова с напутственными словами к призывникам обратился первый заместитель руководителя администрации правительства Марат Хубиев. Хочу выразить слова благодарности призывникам и их родителям за высокое чувство долга и желание стать в ряды российской армии. Служба в рядах российской армии всегда была и есть благородным и светлым делом. Престиж службы в российской армии повышается с каждым днём. Хочу вам пожелать с честью пройти службу и стать достойным примером подрастающему поколению. В добрый путь, товарищи призывники! Для многих ребят это серьёзное испытание в жизни. Кирилл Пантелеев изначально хотел служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. И его мечта сбылась. По прибытию в военкомат сразу выдали повестку, сразу меня распределили и обрадовали то, что пойду служить в Москву в Росгвардию. В дальнейшем, в любом случае, благодаря армии, это карьера, хорошая работа. Марат Смакуев тоже отправляется служить в войсках Национальной гвардии. Готовился долго, да, ну, больше полгода где-то. Настроение отличное, позитивное. Я горд, что поеду защищать Родину. Призывников провожали не только тёплыми словами, но и подарками. От партии «Единая Россия» солдатам-срочникам вручили памятные сувениры. В заключении мероприятия призывники торжественно прошлись маршем и направились прощаться с близкими. Напомним, что весенний призыв закончится 15 июля. Дарья Тендит, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии начались ремонтные работы на участке федеральной автодороги Черкеск-Домбай. В течение нескольких месяцев будет ограничено автомобильное движение на маршрутных отрезках между Черкесском и Усть-Джигутой. О том, что планируется сделать и в течение какого времени автомобилисты будут испытывать некоторые неудобства. В сюжете корреспондента Артур Амкце. Более 30 тысяч автомобилей в сутки. Таков транспортный поток на этом участке федеральной трассы Черкеск-Домбай-Республика Абхазия. В течение нескольких ближайших месяцев автолюбители будут испытывать некоторые трудности с передвижением от региональной столицы до Усть-Джигуты. Ремонт необходимо выполнять в соответствии с заданием Росавтодора. Естественно, мы не можем допустить срыва. Для этого сейчас мы начинаем эту работу. И движение автомобильного транспорта сейчас идет по четырем полосам. Две полосы в Джигуту, две полосы в Черкесск. Две полосы придется нам закрывать. Мы ее практически закрыли. И движение будет полностью осуществляться только по двум полосам. Как говорят строительные организации, весь ремонтируемый участок составляет 9 километров 300 метров. При этом работы будут проведены в несколько этапов. Это четыре отрезка длиной от двух до трех километров. На каждом поочередно введут ограничения движения автотранспорта. Скорость на ремонтируемых участках до 40 километров в час. Плюс перевод четырехполосного движения на две полосы. Поэтому водителям, а также туристам, желающим посетить курорты Дамбайр, Хыс и Тиберду, рекомендовано выбирать альтернативные маршруты движения. Хочу от имени Упрудор Кавказ извиниться перед всеми пользователями дорог за временные неудобства, которые мы будем доставлять в связи с ремонтом. Однако это неизбежная работа. Но после того, как мы этот ремонт сделаем, уже еще 20 лет можно спокойно ездить. Более того, что мы впервые на территории нашей республики применяем метод холодной регенерации, будем так говорить, рейс-сайтлинг, который дает возможность использовать то, что у нас там есть. То есть мы сначала снимем асфальтобетон, фрезеруем два слоя. Затем приходит специальная машина, которая вот эту регенерацию будет выполнять. Это позволит существенно увеличить несущую способность основания и его долговечность. Итогом ремонта четырехполосного участка трассы станет восстановление изношенного дорожного покрытия на популярном туристическом направлении. Завершение работ намечено на октябрь текущего года. Артур Махцера Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаево-Черкесии совместно с УНК МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали в Черкесске мужчину и женщину из Ростовской области подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и сильнодействующих веществ. Обнаружены и изъяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, является мефедроном, общей массой 1 кг. Установлено, что запрещенное вещество предназначалось для сбыта на территории Карачаево-Черкесии бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме того, подозреваемый предъявил сотрудникам полиции поддельный паспорт на чужое имя. При проведении дальнейших мероприятий сотрудники полиции в арендованной квартире в Черкесске обнаружили сильнодействующее вещество пригабалин, весы, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковочные материалы. По данному факту возбуждены уголовные дела. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 19, 24 тепла. И местами до плюс 16. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 21, 23 тепла. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Актуальный подарок предстоящему летнему сезону получит туристко-студенческая столица нашей республики. В Карачаевске к официальному открытию готовится отстроенная практически с нуля. Новая общественная территория. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Ахмат Халкечев продолжит. Проект новой общественно-тосуговой зоны Карачаевска реализован за счет средств гранта Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Но активная фаза строительно-облагодарительных работ началась летом 2021 года. Место для парка выбрано не случайно. Именно здесь, в поме Вечно Голубоглаза Тиберды, еще в советские годы располагался парк культуры и отдыха, который пришел в запустение в постперестроечные годы. Сегодня я в первый раз пришла. Мне очень понравилось, потому что здесь большое пространство. Парк, который сейчас у нас есть, он не такой красивый, как этот, и в нем не такие аттракционные развлечения, которые есть тут, и не такие места, которые есть тут. Места больше, можно поиграть в разные игры. Больше всего нравится вот эта баскетбольная площадка, на которой удобно играть. И раньше до этого не было таких площадок, на которые можно было прийти и поиграть, собраться с друзьями. Площадь благоустроенной территории чуть больше пяти гектаров. Здесь каждый, независимо от возраста и круга интересов, найдет занятие по душе. Для тех, кто предпочитает активные виды отдыха, оборудованы тренажерные, баскетбольные, теннисные и детские игровые площадки. Ну а на гулявшем здоровый аппетит на луне природы в помощь – мангальные зоны. Все это султанно для жителей и гостей нашего города, для приятного времяпровождения. Приглашаем всех желающих посетить это мероприятие. Позаботились и о культурно-просетительском составляющем. На территории парка расположились этнодеревня, горный креативный кластер, музей под открытым небом и сценаринг. Мы не привыкли жить в городах таких, где парки большие. Для нашего города это просто радость. Ну желательно, чтобы еще и пруд нормально сделали. Пруд заросший, тина. А так в целом ничего. Ну, какую-нибудь живность надо запускать. А там утка была осенью, между прочим. Да была, но ее сейчас нету. Улетела. Уже несколько раз был с внуками, внушками. Сам тоже на той стороне живу. Через схватку, через день хожу сюда. Насколько вот долгожданное это событие для Карачаевска, для горожан. Лет 10-20, наверное, ждали, наверное, этого. Ждать теперь точно осталось немного. Сейчас строители здесь, можно сказать, наводят последние штрихи. Ну а само официальное открытие уже новой общественно-досуговой зоны запланировано во втором квартале текущего года. Ахмар Халкищев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Карачаево-Черкесии проходит акция «Гражданский мониторинг». Общественники знакомятся с качеством предоставления государственных услуг информационным центром РЭО ГИБДД, а также подразделениями по вопросам миграции. В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители общественных советов при МВД и районных органов Министерства внутренних дел посещают подразделения полиции. Особое внимание в ходе проверки уделено времени ожидания в очереди заявителей, а также возможности предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, представители общественности проверяют содержание информационных стендов, находящихся в доступных местах. Члены общественных советов в ходе визита общаются с гражданами, которые в большинстве отмечают внимательное и доброжелательное отношение со стороны сотрудников ОВД, а также отсутствие очередей. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Земский доктор». Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok